Парламентский урок от Фарида Мухаммедшина. В Казанском федеральном университете почтили память Василия Лихачева. Я хотела сначала говорить о нем как о ученом, но поняла, что присутствующие здесь предложенные люди, они лучше знают его. Всем привет! В эфире «Универньюс», а в студии Сабина Гасанова, исполняющий обязанности ректора Казанского университета Дмитрий Таюрский, принял участие в заседании Совета по культуре и искусству при президенте Республики Татарстан. Обсуждались вопросы сохранения культурного наследия, реализации стратегии развития культуры Республики на период до 2030 года, а также вопросы развития образования и подготовки кадров. Знание законов в повседневной жизни является необходимостью и обязанностью каждого гражданина страны. 25 марта в лице имени Лобачевского прошел парламентский урок под названием «Я гражданин, мои права и обязанности». 25 марта в лице имени Лобачевского Казанского федерального университета прошел парламентский урок, посвященный 30-летию со дня принятия Конституции Республики Татарстан. Основной темой встречи стала правовая обязанность граждан, а главным лектором – председатель Государственного совета Республики Татарстан Фарид Мухамедшин. После ознакомления с внутренней жизнью лицея Казанского федерального университета Фарид Мухамедшин приступил к основной части парламентского урока – познавательному и поучительному монологу, в котором он подробно рассказал о правовой составляющей республики. «Вы получите хорошее, надежное образование, выберете себе последующую профессию, поступите в вузы соответствующие и будете жить в счастливой России и успешно трудиться на благо своей семьи и страны целых. Желаю вам удачи. Спасибо». Завершающей частью встречи стали выступления талантливых учащихся. Сначала поэтическое прочтение на татарском языке одного из лицеистов, а после – показ песенного коллектива. «За 2014 год подряд по инициативе Государственного совета Республики Татарстан мы участвуем вместе с Министерством образования и науки, безусловно, мы участвуем на парламентских уроках по различной тематике. Вот сегодня эта задача была еще раз вернуться к истокам принятия новой Конституции Республики Татарстан, 30-летие которого будем отмечать в этом году о правах и обязанностях человека и гражданина. Это основополагающая статья». Парламентский урок – это совместный проект Государственного совета Республики Татарстан, Министерства образования и науки и Института развития образования, который успешно реализуется с 2009 года. В этом году он состоялся уже в 14 раз. 25 марта в стенах Казанского федерального университета выступил доцент Национального исследовательского университета Высшей школы экономики Михаил Карпов. На лекции обсуждались вопросы реформ социализма как искусств возможного. Елабужский институт провел выездное мероприятие, посвященное как обучению, так и культурному просвещению учащихся. О том, как это было, расскажем в нашем сюжете. В Елабужском институте прошло выездное комплексное мероприятие, организованное Департаментом по молодежной политике КФУ. Кураторы и старосты академических групп в рамках конкурса «Лучшая академическая группа КФУ» предстали перед людей со своими открытыми занятиями в номинации «Лучший куратор». К этому празднику мы готовились несколько дней, очень много репетировали, очень много было всяких трудностей, но мы это преодолели. Как показывает практика, такие мероприятия очень сплочают коллектив, поэтому мы за друг друга очень болели, очень переживали. Затем гости мероприятия смогли полностью окунуться в учебный процесс, посетив три кураторских часа, посвященных различным темам. На повестке дня был знаменитый праздник прихода весны на УРУС, который отмечался два дня назад. Студентам подробно рассказали о сути праздника, его истории, а также их познакомили с народными танцами и обычаями. Мы приобщились к традиции, узнали понятия, узнали, что в ЮНЕСКО этот праздник утверден в 2009 году. Ребята очень старались, и национальные костюмы, и танцы, и песня. Вся эта атмосфера позволила нам окунуться в атмосферу именно традиций. Сразу после официальной части старостам академических групп провели серию мастер-классов, где специалисты департамента рассказали им о важной составляющей их обязанностей – комьюнити-менеджменте, тайм-менеджменте и креативном мышлении. Это поможет им научиться правильно расставлять приоритеты и распределять свое личное время, чтобы увеличить продуктивность труда. Рассмотрели такие вопросы, как организация учебного времени, рабочего времени, совмещение этих двух деятельностей. Ну и также рассмотрели шаги к эффективному тайм-менеджменту, эффективному распределению времени в течение дня, недели, месяца. Айдар Нурмиев, Елизавета Газизянова, Универ Ньюз. В главном здании Казанского университета прошла научно-практическая конференция, посвященная 70-летию со дня рождения Василия Николаевича Лихачева. О том, как она проходила, смотрите в следующем сюжете. Василий Николаевич Лихачев, профессор, политический деятель и ученый. За свою жизнь успел поработать преподавателем Национальной школы права Республики Гвинея БИСАУ, а также в Университете Республики Мадагаскар. Окончил Казанский федеральный университет и память о нем хранится в стенах альма-матер до сих пор. Аудитория номер 338 была отремонтирована и теперь носит гордое имя Василия Николаевича. Надеюсь, что сегодня те гости, которые присутствуют в аудитории, которая посвящена Василию Николаевичу Лихачеву, имени Василия Николаевича Лихачева, это не просто дань памяти нашему великому земляку, не просто дань памяти ученому, государственному деятелю, но это действительно тот формат, который позволяет всегда помнить о человеке, потому что вот отдельные какие-то такие фразы, даже аудитории, они напоминают о том, что вот здесь, в стенах Казанского университета, жил, творил действительно великий человек, великий государственный деятель и великий педагог. Проникнуться атмосферой памяти к профессору, правоведу и просто замечательному человеку пришли студенты и преподаватели. Каждый выступающий говорил искренне, от сердца, открывая слушателям не только профессиональную часть его жизни, но и личную, зачастую недоступную для людей. Ну, у нас раньше была 326-я, так приятно все это видеть, какое-то волнение охватывает, в молодость свою возвращаешься. Меня пригласили на научную, я хотела сначала говорить о его там, ну, о нем как о ученом, но поняла, что присутствующие здесь приложенные люди, они лучше знают его, как ученого. Я его знаю больше, как супруга, как однокурсница. Конференция проходила при поддержке Казанского федерального университета и Дипломатической академии МИД России, чтобы почтить память великого ученого и политического деятеля. На нее пригласили тех, кто работал и учился с Василием Николаевичем, чтобы рассказать новому поколению обо всех его заслугах. Елизавета Газизянова, Александр Кузнецов, Универньюз. В стенах инжинирингового центра набережной Челнинского института Казанского университета прошло выездное комплексное обучение для кураторов и старц академических групп. Все подробности смотрите далее. В стенах инжинирингового центра набережной Челнинского института Казанского университета прошло выездное комплексное обучение с участием директора департамента по молодежной политике КФУ Юлией Виноградовой. А в рамках мероприятия она провела лекцию по вопросам организации деятельности СНК на примере институтов КФУ. На сегодняшний день для студентов университета есть большое количество возможностей в разных направлениях. Это и творчество, и спорт, и наука. И, конечно, для того, чтобы соответствовать и интересам студентов, и для того, чтобы развиваться, необходимо работать над системой. Поэтому на сегодняшний день именно в Казанском федеральном университете большое внимание уделяется работе со студенческими общественными организациями и объединениями, со старостами академических групп, кураторами академических групп, студенческими научными кружками. Увышение компетенции в вопросах образования, формирование у студентов лидерских навыков, создание комфортных условий для продуктивной деятельности стали главным посылом прошедшего интенсива для кураторов и старост академических групп. Одно момент в соседних аудиториях прошли кураторские часы, посвященные темам патриотизма, семейным ценностям и как не стать объектом манипуляции. Этот опыт на самом деле очень интересен, потому что здесь самое главное – понять каждому из нас, что мы должны делать или в каком направлении мы должны двигаться, может быть, как-то расширить даже свою деятельность, потому что, оказывается, у коллег бывают и какие-то интересные формы работы. Также для ребят был проведен мастер-класс на тему участия представителей СНК КФУ в круглых столах, конференциях, семинарах, форумах, грандовых конкурсах Республики Татарстан и Российской Федерации. Елизавета Никитина, Универньюз. На этом все. В студии была Сабина Гасанова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok